Добрый вечер, на ТВ8 новости. В студии Юлия Будевич. Сегодня говорим о главном. В столице бушуют сезонные вирусы и респираторные заболевания. Детские сады полупустые, а в поликлиниках длинные очереди к семейным врачам. Специалисты спешат успокоить. Ситуация под контролем. На Виарелла Амараря открыто уже третье уголовное дело. Его обвиняют во вмешательстве в ход следствия. Прокуроры требуют продлить отстраненному руководителю антикоррупции срок предварительного ареста. Президент предложил приватизировать госпредприятие «Металлфероз». Премьер-министр спустя час сообщил о начале приватизации, а экономические эксперты и оппозиция с недоверием относятся к вероятной сделке. В полтора раза увеличилось количество вирусных заболеваний, зарегистрированных в столице, только за одну неделю. При этом врачи зафиксировали 85 случаев подозрения на сезонный грипп. Об этом сегодня было объявлено на оперативном заседании в мэрии. Специалисты спешат успокоить, по их словам, рост числа инфекций. В это время года довольно нормальное явление. Некоторых нет по семейным обстоятельствам. Меня оповестили, что были праздники. А большинство простыли? Мне сказали, что у детей температура, да. Сегодня в эту группу не пришло 10 детей. В целом, в 225-м детском садике, что на чеканах, отсутствовало 100 ребятишек. В учреждении сформировали специальную медкомиссию, которая отслеживает ситуацию. Закупаются необходимые лекарства, не забываются и о народных методах лечения. Используем природные средства – ломтики лука, чеснок. Не только лук и чеснок едим, но и лимон, чтобы защититься от вирусов. Все в пределах нормы. Не вижу проблемы для экстренного оповещения родителей. В некоторых поликлиниках, между тем, наплыв пациентов. С дочерью на прием к врачу пришла, и эта женщина говорит, домашнее лечение не помогло. Насморк, кашель, принимаем витамины, повышаем, как можем, иммунитет. Где-то 480 случаев, из них 280 – дети. Очень высокая температура. Это сильно беспокоит родителей. Поскольку случаев ОРЗ все больше, медики рекомендуют носить защитные маски. Но не все следуют этому совету. Боюсь заразиться гриппом, подцепить вирус или еще что-то. Приходишь сюда здоровым, а можешь домой что-то принести. Едим чеснок, лук, перец. Так и идут дела потихоньку. А где ваша маска? Я ее не ношу, мне она не нужна. По данным столичных властей, за последнюю неделю было зарегистрировано без малого 2500 случаев ОРВИ. Это более чем в два раза больше, чем недели ранее. Больше всего заболеваниям подвержены дети до 4 лет – 683 случая, и от 5 до 14 лет – 783 случая, 59 человек госпитализированы. Специалисты винят во всем необычайно теплую погоду для этого времени зимы. Врачи рекомендуют в этот период часто и тщательно мыть руки, носить защитные маски и проветривать помещение. Также было зарегистрировано 76 случаев ветряной оспы, 8 случаев туберкулеза, 2 случая кори и 2 случая острого гепатита. Для борьбы с ОРВИ и корью муниципальные власти проведут информационную кампанию о необходимости вакцинации. Смертоносный уханьский вирус может передаваться в инкубационный период. Это накануне подтвердили китайские власти. По их данным, коронавирус находится на критической стадии сдерживания. Ситуация усложняется тем, что он может передаваться, когда человек уже болен, при этом никаких симптомов еще не проявляет. Самым известным примером вируса, который распространяется до первых симптомов, является грипп. Как стало известно сегодня, один случай заражения коронавирусом зафиксировали и в соседней Украине. Однако, как сообщили в Киевском лабораторном центре, это не уханьский смертоносный вирус. Количество погибших в результате заболевания, вызванного обнаруженным в Китае новым видом коронавируса, увеличивается с каждыми сутками. Еще в воскресенье речь шла о 57 скончавшихся, на утро понедельника уже о 80. Без малого 3000 случаев заражения зарегистрировано во всем мире. Под наблюдением медиков почти 6000 пациентов с подозрением на коронавирус. Накануне стало известно, что новым типом пневмонии можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней. Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном 14. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться, что в корне отличает его от атипичной пневмонии. Глава Госкомитета по здравоохранению КНР добавил, что сейчас власти ждут роста числа заболевших. По его словам, знания о новом коронавирусе пока ограничены. Кроме того, нет четкого понимания, какие риски для человечества может вызвать его мутация. Число подтвержденных случаев заражения вирусом увеличивается и за пределами Китая. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Канаде, Франции, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии, США, Вьетнаме и Японии. В ряде случаев симптомы проявились спустя несколько дней после прибытия человека в страну. Между тем, ситуацию с коронавирусом в Молдове прокомментировал президент Игорь Дадон. По его словам, Министерство здравоохранения и Национальное агентство общественного здоровья держат ситуацию под контролем. В конце прошлой недели состояли совещания на эту тему с представителями ответственных учреждений. Мы держим ситуацию под контролем. В республике Молдова не было зарегистрировано случаев заболевания. Было принято решение быть предельно осторожными. В особенности это касается аэропорта и других въездов в страну, чтобы не допустить заражения. Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса, началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Экспертам Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая удалось установить, что источником заражения стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Полиция изучает кадры из камер видеонаблюдения, которые предположительно запечатлели мать месячного малыша, обнаруженного в подъезде одной из столичных многоэтажек на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Установлена личность женщины, которая по предварительным данным является мамой мальчика, брошенного на прошлой неделе в подъезде жилого дома в столице. Заявление прозвучало на сегодняшнем заседании Кишиневской мэрии. Были изучены материалы с камер видеонаблюдения, установленных на доме. Была идентифицирована личность потенциальной матери ребёнка. Сейчас проводится работа с кадрами с камер видеонаблюдения. По словам Алексея Гроссу, подробности будут представлены по окончании расследования. В рио главы муниципального управления по защите прав ребёнка Лучия Качук в свою очередь отметила, что в данный момент ребёнок находится под наблюдением врачей. По закону, после установления личности матери мы попытаемся реинтегрировать ребёнка в биологическую семью. Если этого не удастся, будет начата процедура усыновления. По словам чиновницы, состояние здоровья ребёнка хорошее, и как только врачи позволят, его переведут в центр размещения. Также она добавила, что в прошлом году было зарегистрировано три случая отказа от детей, что в разы меньше, чем годом ранее, когда таких случаев было 17. Новорождённого младенца нашли в коляске подъезда одной из жилых многоэтажек вечером 23 января. В оставленной рядом с ребёнком записки отмечались месяц и год его рождения. Ещё одно обвинение в адрес Виарела Мараря. Отстранённого главой антикоррупционной прокуратуры обвиняют во вмешательстве в уголовное преследование. Теперь обвинение в его отношении построено на трёх статьях, а дело вскоре будет передано в суд. Прокуроры потребовали продлить Марарю срок предварительного ареста, опасаясь, что на свободе он может повлиять на участников судебного процесса. Это уже третье обвинение против Мараря. Предыдущие два – злоупотребление служебным положением и указание ложных данных в официальных документах. Так, по версии следствия, он получил жалобу от экс-лидера Демпартии Владимира Плохотнюка и незаконно её зарегистрировал. На основе этой жалобы открыли уголовное дело, в котором сфальсифицировали несколько процессуальных документов. В Генпрокуратуре отмечают, что Марарь действовал в личных интересах, а также в интересах Плохотнюка и людей из его окружения, и защитил их от того, чтобы им выдвинули обвинение по делу о краже миллиарда, а также помешал быстрому, полному и объективному расследованию этого дела. Также прокуроры требуют продлить ордер на арест еще на 30 суток в отношении Мараря. Необходимость предварительного ареста в рамках уголовного преследования данного лица продиктована серьезностью уголовных преступлений, социальным резонансом дела, обстоятельствами, которые могут побудить его помешать уголовному процессу и возможностью избежать уголовной ответственности, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Адвокат Виарила Мараря, в свою очередь, обвиняет Генпрокуратуру в показном правосудии и давлении на служителей Фемиды. Мы считаем, что растиражирование Генпрокуратуры этой информации ровно за день до того, как Кишиневский суд должен высказаться по запросу о продлении срока предварительного ареста, делается только для того, чтобы подготовить общественное мнение и оказать определенное психологическое давление на судей, чтобы удовлетворить запрос прокуратуры. Мы считаем этот метод телеюстиции неверным. Виарила Мараря задержали 10 января. На следующий день предъявили обвинение. 13 января суд сектора Чиканы поместил Мараря под предварительный арест на 20 суток. Сам он настаивает на своей невиновности. Предприятие «Металлфероз» передадут частным владельцам. Об этом сегодня сообщил глава молдавского Кабмина Юн Кику. О приватизации компании настоял президент Игорь Дадон. Инициативу раскритиковала оппозиция. Некоторые экономические эксперты назвали подобную сделку рискованной. Я предложил премьеру-министру рассмотреть возможность, чтобы государство больше не вмешивалось. Пусть выставят «Металлфероз» на приватизацию, чтобы никого не обвинять. Почему государство должно вмешиваться в рыночные дела? Там частные операторы. Пусть они продают, где хотят. Сказано, сделано. Спустя час премьер-министр опубликовал в своем Фейсбуке заявление. Правительство выставит предприятие «Металлфероз» на приватизацию. Одной монополией станет меньше, одной головной болью станет меньше, сообщил глава молдавского Кабмина. Примечательно, что в прошлом году предприятие зафиксировало прибыль в 46 миллионов лев, войдя в топ-5 наиболее успешных государственных компаний. Экономический эксперт Вячеслав Яуница полагает, что передача госпредприятия в частные руки может обернуться положительными результатами. И доходы, которые компания принесет государству от успешной сделки, будут намного больше текущих доходов, налогов и дивидендов. Однако есть и некоторые риски. У нас все приватизации проводились тайно. Боюсь, что цена будет не совсем правильной. За 25 лет я не помню какой-либо приватизации в Молдове, проведенной прозрачно. В ПДС инициативу не приветствуют. На своей странице в Фейсбуке депутат Михай Папшой предположил, что правительство Дадона посредством подобной сделки рассчитывает покрыть часть расходов в бюджете. В декабре прокуратура по борьбе с коррупцией НЦБК провели десятки обысков, в том числе и у экс-директора «Металлфероз» Алексея Цымбровского. Изъяты электронные носители информации, печати и документы. Всего было задержано 7 человек, однако бывший руководитель на тот момент был за рубежом. Госпредприятие неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях, в которых говорилось об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Предприятие попало во внимание политиков из оппозиции, которые подозревают руководство «Металлфероз» в причастности к крупным коррупционным схемам. Дороги в стране будут сделаны на славу. По меньшей мере, это дал понять глава государства сегодня после традиционной встречи с участием премьера и спикера парламента. По словам Игоря Дадона, масштабные работы начнутся к концу весны. И такого амбициозного ремонта дорог страна еще не видела. Деньги власти возьмут из кредита российского правительства. Пообещал Дадон и новое оборудование для районных больниц. Правда, во сколько оно обойдется и откуда государство найдет на это средство, президент не уточнил. Речь о 12 тендерах на ремонт участков на сумму 2 миллиарда 300 миллионов леев. Это дороги, ремонт которых будет профинансирован из кредита, который мы обговариваем сейчас и получим от Российской Федерации. Часть средств, около 3 миллиардов 700 миллионов леев, планируется выделить из Дорожного фонда, рассказал глава государства и о планах Минздрава. Я запросил, чтобы для районных больниц были найдены ресурсы для покупки минимального количества современного оборудования. Игорь Дадон выступил с инициативой, предусматривающей, что все расходы на транспорт для граждан с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Кишинев на обследование, будут покрываться государством. Также, по словам Дадона, власти планируют возобновить программу «Доктор для тебя». С февраля мобильные бригады врачей будут ездить по всей стране и предоставлять гражданам бесплатные медицинские услуги, среди которых скрининг внутренних органов и консультации стоматолога для детей. Летом прошлого года проект был приостановлен по инициативе правительства Майсанду. На тот момент министра здравоохранения Алла Немеренко назвала инициативу «неэффективной», добавив, что программа необоснованно использует человеческие и финансовые ресурсы. В Министерстве юстиции сегодня обсуждали реформу судебной системы. В совместном заседании рабочей группы Молдовы и США для развития и укрепления правового государства участвовали не только эксперты и представители гражданского общества, но и некоторые депутаты. Правда, лишь первая часть дискуссии была открыта для прессы. Глава дипломатической миссии США в Молдове выразил надежду, что реформа юстиции все же будет доведена до конца. Первый раунд обсуждений подошел к концу. Мы просим прессу занять места в зале. Вас заранее предупредили, что съемка будет разрешена только в этой части дискуссии. Поэтому прошу вас выключить камеры. В какой-то момент журналистов все же попросили покинуть зал. На стороны продолжили обсуждение реформы юстиции. Вернее, то, что некоторые новшества работают только на бумаге. Нам не удалось создать независимую систему правосудия. Прискорбно это осознавать, но большая часть финансовой поддержки внешних партнеров, в том числе наших партнеров из США, была использована впустую. Присутствующий на сегодняшнем заседании посол Соединенных Штатов в Молдове выразил надежду, что реформа правосудия будет доведена до конца. При этом глава дипломатической миссии привел пример введенных недавно санкций в отношении бывшего лидера Демпартии Молдовы Влада Плохотнюка. Многим из вас известно, что я неисправимый оптимист, и я верю в перспективы и реальную реформу правосудия, подобные мерам против Влада Плохотнюка, введенным в этом месяце. Международные партнеры надеются увидеть больше реформ, и рядовые граждане тоже. Совместными усилиями необходимо бороться с коррупцией, поставить точку в выборочном правосудии. В совместном заседании рабочей группы представителей Молдовы и США для развития и укрепления правового государства участвовали не только эксперты и общественные деятели, но и некоторые депутаты. На повестке дня вопрос о профессиональной оценке служителей судебной системы, а также обсуждение о концепции реформы юстиции в Молдове. Несколько дней назад в эфире Европа-Либера министр юстиции заявил, что оценка профессиональной деятельности прокуроров и судей станет ключевым элементом новой реформы. Правда, пока не ясно, в чем будет заключаться процесс наблюдения за работой служителей Фемиды. Затем, как идет подготовка новой реформы правосудия, будут следить приглашенные эксперты из Совета Европы. На ботанике автомобили жители одного из дворов провалились в ямы, образовавшиеся буквально за одну ночь. Тротуары здесь ремонтировала компания, которую пригласила АПК канал Кишинеу. Разобраться в ситуации сегодня приехали полицейские. Машина, стражи и правопорядка тоже угодила в асфальтовый капкан. Среди тех, чьи машины оказались погружены в образовавшиеся трещины, и этот водитель сетует, что был шокирован случившимся и не смог поехать на работу. Машина уже была в яме. Когда парковались, все было хорошо, ямы не было? Нет. А этому мужчине повезло. Асфальт раскололся под его машиной, поэтому она не пострадала. Дорожные рабочие сделали все, чтобы он смог выехать со двора. Также этой ночью из-за обвала грунта лопнула одна из труб. Будем ремонтировать. Нужно вскопать, чтобы устранить течь. Прошлым летом одна из нанятых столичным водоканалом компании ремонтировала здесь трубы. Гравий засыпали, а вот асфальтом не покрыли. Сегодня на месте побывал и представитель фирмы. Полагаю, авария произошла из-за поставщика воды. Нам придется переделать за наш счет, хотя это не наша вина. Мы показали снимки с провалившимися машинами и директору АПК канал Кишинел. Не вижу здесь ямы, но еще прокомментирую ситуацию. Позже здесь отметили, что виновна компания, которая якобы не выполнила должным образом ремонт. А претерботаники считают, что не следовало ставить машины в тех местах. Начнем с того, что люди не оставили свои машины там, где положено. Во-вторых, иностранная компания неправильно уплотнила грунт. Все же здешних владельцев авто всюду поджидают сюрпризы. Уже несколько месяцев этот двор на Ботанике выглядит как после войны. Жильцы говорят, что ситуация сложилась после ремонта труп, минувшей осенью, и десятки ям были покрыты лишь гравием. Все покрыто, такова процедура. Асфальт укладывается, когда позволяют температуры, чтобы можно было провести качественную работу. Пока суть до дела, пострадавшие машины ждет ремонт. Благо, обе они застрахованы. Известные во всей Молдове тюльпановые поля села Бардер в этом году могут распуститься в последний раз. А все потому, что молдавские цветоводы терпят все больше убытков и вынуждены отказываться от своих теплиц. Герой нашего следующего сюжета – семья Лукица из Бардера. Уже 20 лет флористы выращивают тюльпаны и нарциссы. Но из-за бесчисленных подражаний и невозможности соперничать с иностранными фермерами, чета Лукица в этом году подумывает отказаться от цветоводства. Там, где по весне распускается настоящий цветочный рай побывалой наша съемочная группа. В этом году мы подумываем посадить на поле морковь. Придется выкопать луковицы тюльпанов. Семья Лукица – цветоводы с 20-летним стажем и целой историей. Неделю назад на их плантациях взошли первые тюльпаны и нарциссы в этом году. Но вероятно, что в последний раз. Флористы подумывают отказаться от цветочного бизнеса, который с недавних пор стал убыточным. Как говорят цветоводы, нарцисс считается самым дешевым цветком. Прибыль от одного проданного нарцисса – всего один лей. Хотя продаются цветы по пять. Вырученных от продажи средств едва хватает на покупку новых луковиц. Люди стараются на всем экономить. Покупают только самое необходимое – букеты для самых красивых женщин. Теперь заказывают скромнее. По словам цветовода, на сегодняшний день рынок перенасыщен импортными цветами, которые везут в основном из Польши и Нидерландов. Там у фермеров нет таких затрат на отопление зимой. Там есть свои резервы. В былые времена на улице Тюльпана в селе Бардер, известного как Молдавская Голландия, жили почти 40 семей. Все они выращивали нарциссы и тюльпаны. Как говорит Николай, от прежних пестрых полей тюльпанов остались одни воспоминания и фотографии. Сегодня у Николая только одна теплица. Чтобы хоть как-то прожить, пришлось устроиться электриком, рассказывает мужчина. Когда-то мы посадили цветы в сквере у памятника Штефану Челмаре, перед парламентом и перед президентурой. У молодежи другие занятия. Дети вам не помогают? Я это и хочу сказать. Дети не хотят работать в этой грязи. Еще пять лет назад из Бардера ежегодно поставляли около миллиона тюльпанов. Сейчас от цветочного рая практически ничего не осталось. Продавцы признают, молдавские сорта более нежные и прихотливые в уходе. Только голландские тюльпаны продаем. Практически все. Они выносливее, хорошо сохраняются, не пахнут. Это гибриды. По словам жителей Бардера, в последнее время более сотни цветоводов отказались от своих теплиц. Мы попытались получить комментарий на этот счет в Министерстве экономики, но на наш запрос никто так и не ответил. В Кишиневе сегодня почтили память жертв Холокоста. 75 лет назад был освобожден концентрационный лагерь смерти Освенцим, где, по оценкам научных исследователей, было убито по меньшей мере полтора миллиона человек. Памятные мероприятия в молдавской столице состоялись у мемориала жертвам фашизма. Ежегодно 27 января в мире вспоминают жертв Холокоста. Эта дата выбрана не случайно. 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек, большая часть которых евреи. Нас выгружали из деревянных вагонов, из таких, из творняка, да? А рядом стоял еще эшелон, тоже забитый людей. И оттуда выгружали людей. День памяти жертв Холокоста отметили и в Кишиневе. В 10 часов утра у мемориала жертвам фашизма в столице прошел митинг-реквем. Памятные мероприятия 27 января в молдавской столице проходят ежегодно. Гитлеровцы создали комплекс концентрационных лагерей Аушвиц-Биркинау в 1940 году на западе оккупированной территории Польши. Процесс уничтожения людей они поставили на индустриальную основу. Избавление наступило 27 января 1945 года, когда советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 генассамблея ООН 27 января был учрежден как Международный день памяти жертв Холокоста. Смотрите выпуск новостей на русском языке отныне по будням в 22.45. Не пропустите новости на ТВ-8 в новое время. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте свои фото и видеоматериалы в редакцию нашего телеканала. Больше информации вы найдете на нашем сайте ru.tv8.md. Увидимся завтра и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова